Комментарий. Да ладно, христианство зародилось в Иерусалиме. Как же армяне верований приняли Христова? Но да, они же были джиннами. Вы представляете уровень? Я даже не знала, с чего начать объяснение. Даже в детском саду, наверное, дети уже что-то знают. А когда общаешься с взрослым человеком вот такого уровня, то теряешь дар речи. Но давайте всё-таки попытаемся им объяснить элементарное. Христос послал своих апостолов в разные существующие на тот момент страны проповедовать христианство. В Армению, в Великую Армению, он послал двух апостолов – Тадеуса и Бартоломео. И они проповедовали христианство. И тогда армяне впервые услышали проповедь. И, естественно, кто-то поверил, кто-то не поверил. Так стали образовываться христианские общины. И то же самое было в других странах, куда Христос послал своих других апостолов. То есть в Ассирию, в Эфиопию, в Кавказскую Албанию, в Иверию, в Колхиду, в разные страны. И они там проповедовали. Везде одновременно появились христианские общины. Нет народа, который стал первым. Есть одновременно общины во всех странах, где какая-то часть поверила апостолам, пошла за ними и стала христианами. А в основном всё-таки это все были языческие страны. В основном они продолжали верить своим дохристианским богам. Поэтому все страны одновременно услышали проповедь апостолов. Но Армения стала первой страной, которая на государственном уровне приняла христианство. Понятно? Ну и вопрос к вам. Когда вы, в каком веке, в каком году вы на государственном уровне приняли ислам? При каком царе и где его могила? Жду.